В Ленинском суде избрана мера пресечения подростку, который с ножом набросился на учителя. Произошло это два дня назад в Заволжской 81-й школе. В Ленинский суд школьника доставили в 10 утра, само заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов попросили удалиться даже с этажа, где решалась судьба 15-летнего обвиняемого. Но нашему корреспонденту удалось заполучить комментарий его мамы. Эксклюзивные кадры в репортаже Эллы Шаховой. На этих кадрах 15-летний подросток быстро бежит по коридору, а спустя некоторое время ныряет под турникет и покидает школу. Весть о том, что случилось за несколько минут до этого, разнесется по учебному заведению со скоростью света. Он подошел, взял нож кухонный и пырнул математическую. Он с собой пронес его. Он с собой в школу его пронес. Он зашел посередине урока, подошел к учительнице, она спросила, что случилось. Он сказал, что это все достало его общество, и он хочет умереть, и пырнул за этим учительницей. Он был примерным учеником. Одноклассники говорят, что был хорошим мальчиком, общительным. Хорошего общительного мальчика Росгвардия арестовала уже дома. Сегодня суд выносил решение, какую меру пресечения выбрать подростку. Домашний арест или более серьезную изоляцию от общества. В самом заседании части мы принимать сможем? Нет, в закрытом режиме будет проходить данное судебное заседание, в связи с тем, что мальчика не совершена ли с ней. Это решение судей, да? Да. В зал суда допущены были только самые близкие родственники, родители. Как и представители СМИ, в зал не попала бабушка 15-летнего подростка. Учительный общительный мальчика. Вероятно, все по той же причине, несовершеннолетие подозреваемого решение по мере пресечения принималось долго, несколько часов. В результате рассмотрения судом ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого в заключении под стражу удовлетворено. Следствие продолжается. 15-летнего подростка заключили под стражу на два месяца, до 25 апреля этого года. Мама мальчика не стала комментировать решение суда, но вполне определенно высказалась о причине случившегося. Очень много разговоров ведется в плане родителей, что мы там какие-то неправильно воспитываем, но полиция уже доказала, что у ребенка все условия соблюдены, и что у родителей, у нас положительная семья, это провокации очень много. А пострадавший преподаватель алгебры и геометрии сейчас находится в ЦГБ, ей провели операцию. Состояние педагога стабильно. Илла Шахова, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.